Это по призванию души, сердца, разума. Это призвание, не иначе. Так лаконично рассказывает Мунаркану Муралиева о выборе профессии весной ей сотрудникам объединенного ЦСМ Первомайского района столицы с риском для себя пришлось бороться за тех, кто заболел коронавирусом. Сложнее всего было поддержать коллег морально. Страшная болезнь и борьба с ней стали большим потрясением. Боялись все. Боялись, но выполняли свой профессиональный долг. Начала уже в открытую говорю. Если мы сейчас не спасем население, не сможем помочь, тогда наступит такой момент, когда нам самим некому будет помогать. Поэтому и действительно я думаю, что все-таки это имело какое-то психологическое воздействие, думаю. И у нас начались сотрудники, которые врачи, сами подходили, говорят, Мунаркану Муралиеву отозвали руководить дневным стационаром, каждый из которых принимал более тысячи человек в смену. Она могла длиться до 15 часов, вспоминает врач. Тогда с тем, как работает стационар, ознакомился и президент Сорунбай Джейнбеков. Мунаркан Работа у медиков прибавилась, но каждый из них с честью выполняет свой профессиональный долг. Особенно моральный дух поднимается, когда выздоровевших становится больше, сказала тогда главе государства Мунаркан Умуралиева. Мунаркан О своих заслугах Мунаркану Муралиева рассказывает с присущей настоящим профессионалом скромностью. Лишь лаконично говорит, что рада. Ну эмоции приятные, конечно, приятные, когда, ну не знаю, по реакции коллег, знакомых, говорят, что я получила заслуженно. Хотя я с их слов говорю. Другую героиню нашего репортажа на рабочем месте застать не удалось. Она в числе тех медиков, кто отправился на Иссыкуль восстанавливать здоровье. Бурула Бакирова работала в красной зоне. Затем трудилась в дневном стационаре во дворце спорта. Его в июле посещал глава государства. Чтобы лично познакомиться с теми, кто сейчас по сути проявляет героизм. Теми, кто не жалея своего здоровья, борются за жизни кыргызстанцев. Уже скоро Бурула Бакирову наградят почётной грамотой. Это были, конечно, страшные дни. Все были в растерянности. В том числе и мы, медики. Нам пришлось быстро собраться и начать борьбу с коронавирусом. Я была в числе добровольцев для работы в красной зоне. Сейчас, когда ситуация постепенно улучшается, мы радуемся. Сейчас мы находимся на Иссыкуле. А награда станет дополнительным стимулом для меня. За существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала страны, большие достижения в профессиональной деятельности, а также в связи с Днём независимости, будут награждены 128 кыргызстанцев. Все, кто своим неустанным трудом и преданностью профессии вносят вклад в развитие страны. Указ подписал глава государства. Аяна Дюшикеева, Исин Турабыкеев, Аллату, 24.